книга открытым оком том 26 вопрос 3850 тема смерть почему в одних странах казнят преступников открыто в других вообще никто не знает приводятся ли в исполнение приговоры публичная казнь и открытая смерть наводят страх и на других преступников отвечает игнатий тихонович лапкин согласно слова божия казнь всегда была открытая как ныне в китае как у магометаны это действительно верно у христиан же казни никакой не должно быть и не войны среднечистот голодная грызня собак паршивых с утолки базара под пыльной душною чедрою дня над темной жилистую тушей кара на лике бронзовом налеты тлена как бы легли для два вылезших белка ворочались и взбухнув и взбухнув билась вена как в паутине муха у виска и при питье на строчную кору и при питье на сточную кору наросшую из сукровицы кала в разрыв кишок в кровавую дыру сочаясь вдоль поколу вода стекала поколу вода стекала два раза пел крикливый муэдзин и медленно как голова ребенка все разрывая лес а склин и клин и разрыхляла к сердцу путь воронка и обернувшись к окнам падишаха еще шепча невнятные слова все ожидала буйного размаха и свиста от ятагана голова 1912 год михаил зенкевич второзаконие 7 17 5 то вы виде мужчину того или женщину ту которые сделали зло сие к воротам твоим и побей их камнями до смерти второе царство 1717 и взяли авиасолома и бросили его в лесу в глубокую яму и наметали над ним огромную кучу камней и все израильтяне избежали разбежались каждый в шатер свой стихотворение кака случеского старый дуплет вы своей лишился и стоит умершие над межою только ветви кажутся плечами а вершина мнится головою приютил он будущее при жизни сиротинку семя что летала дал ему в корнях найти местечко и она тихонько задремала и в ползла по дубу пол и в и сползла по дубу по велико мертвый остов зеленью одела зарубала листьями цветами предала как будто облик тела разрубал разубрала листьями цветами предала как будто облик тела ветерок несется над межою по великое венчики качает старый дуб в обличии забытом оживет оживает право оживает марка 15 27 с ним распяли двух разбойников одного по правую а другого по левую сторону и сбылось слово писания к злодеям причтен проходящие злословили его кивая головами своими и говоря разрушающий храм и в три дня созидающий спаси себя самого и сойди с креста со креста в этот день синагоги мало кто думал о боге здесь плакали рыдали рвали ворот новые стенали и просто рычали как глухонемые когда же сквозь черный ельник юпитер взглянул на порог в рыдающий молель не взвал бы чаще рок был в когда же сквозь черный ельник юпитер взглянул на порог в рыдающий молель не взывал бы чаще рок был в этом древнем бои такой иступленный стон как будто все вековое горько погибло Горя выкрикивал он. Всю тоску и обиду, мельчайшие слезинки не пряча, глубже псалмов Давида выхрипел рог бычачий. Пока он вопил от боли, пока он ревел зверея, на улицу вышли евреи, не убиваясь более. Теперь от муки осталась тихая усталость. 1960 год и Сильвинский. Книга Исход, 14-12. Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Иоанна 4,3. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. Суетен будешь ты, человек, если забудешь краткий свой век. Время проходит, время летит, время проводит все, что не льстит. Счастье, забава, светлость корон, пышность и слава, все только сон. Как ударяет колокол час, он повторяет дозвоном сей глаз. Смертный, будь ниже в жизни ты сей, стал ты поближе к смерти своей. 1759 год, Сумароков. Римлянам 13.11. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Трубка подпрыгивает звеня, и снова я повторяю, придется вам обойтись без меня, завтра я умираю. Да, так сказать, покидаю свет, идут последние сборы, у меня, понимаете, времени нет на лишние разговоры. Я б ради вас игнорировал смерть, раз ей подвержены все мы, но мне до завтра надо успеть окончить две-три поэмы. Книжку стихов отправить в печать, и постаравшись на совесть, в прозе успеть еще написать средних размеров повесть. В них до завтрашнего числа надо красиво и просто решить проблему добра и зла, и смежные с ней вопросы. И снова стихи, 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 книжка, сборник, тетрадка. На эти праздные пустяки вся жизнь ушла без остатка. А прежде чем в дверь толкнуться плечом и, неизбежно я встретить, себя напоследок спрошу кое о чем, и вряд ли смогу ответить. Меня с порога потом не вернут, а до того порога осталась какая-то мышца тысяча минут, а это не очень много. Пожалуй, в дорогу с собой возьму, все остальное заброшу свои, зачем, от чего, почему, единственно ценную ношу. Трубка подпрыгивает звеня, и снова я повторяю, придется вам обойтись без меня, завтра я умираю. И снова всем говорю ответ, идут последние сборы, у меня, понимаете, времени нет на лишние разговоры. 1967 год, Сергей Наровчатов Ефесянам 5.13.17 Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным есть свет. Посему сказано, встань спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Тяжкий крест несем мы, братья, мысль убита, рот зажат. В глубине души проклятия, слезы на сердце кипят. Русь под гнетом, Русь болеет, гражданин в тоске немой, явно плакать он не смеет. Сын об матери больной, нет в тебе добра и мира, царство скорби и цепей, царство взяток и мундира, царство палок и плетей. 1861 год, И.С. Никитин. 2 Маковейская, 6.28. А юным оставлю добрый пример, охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы. Сказав это, он тотчас пошел на мучение. Число 23.10. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их.